Из-за стремительного распространения коронавируса, Узбекистан вновь вводит отмененные ранее карантинные ограничения. С этого дня, например, запрещено проводить развлекательные мероприятия, а людям старше 65 лет находиться в общественных местах. Какие еще меры вступают в силу, расскажет шеф Центрально-Азиатского бюро ВГТРК Роберт Францев. Он сейчас на прямой связи. Роберт, здравствуйте. Сколько новых случаев заражения COVID-19 выявили в Узбекистане за прошедшие сутки? Здравствуйте, Екатерина. Но нужно сказать здесь о том, что Узбекистан – это самая густонаселенная страна Центральной Азии. И всплеск эпидемии, который сейчас коснулся всего этого региона, не обошел стороной. И, собственно, Узбекистан. Что это такое? Вторая волна или продолжение первой? Единого мнения на этот счет нет. Но оттого статистика менее тревожной в любом случае не остановится. Количество инфицированных именно в Узбекистане уже превысило 11 тысяч. За минувшие сутки добавилось еще 465 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, сейчас 80% – и эта цифра, наверное, даже важнее предыдущей – 80% коечного фонда направлено именно на борьбу с COVID-19. Это действительно большое количество стационаров, 31 по всей стране, 12 только в Ташкенте. И все они сейчас направлены как раз на работу с пациентами, у которых диагностирован COVID-19. Пока больничных мест хватает, но ключевое слово здесь «пока» – это признают и в самой системе здравоохранения Узбекистана. Если динамика заражения сохранится, то действительно медицинскую систему страны может просто захлестнуть, случится тот самый коллапс, которого все так опасаются. При этом медики признают, что число выявленных случаев не отражает реального числа инфицированных. Поэтому действительно нужно, если не готовиться к худшему, то, по крайней мере, со всей серьезностью относиться к этой ситуации уже сейчас. Отсюда и новый строгий карантин. В последнее время в Узбекистане действовала такая система, что все районы были разбиты по цветам. От зеленого самого безопасного до красного с наиболее сложной ситуацией. Отсюда и варьировалась система ограничений. И вот с сегодняшнего дня можно сказать, что весь Узбекистан снова окрашивается в красный цвет. Это, конечно, не повод для паники, но напоминание о всей серьезности ситуации. На практике этот карантин означает привычный набор мер. Закрытие крупных торговых и развлекательных центров, закрытие мест общественного питания. Лицам старше 65 не рекомендовано появляться в общественных местах. Ограничивается пригородное сообщение. Частным автотранспортом разрешается пользоваться только 2 часа утром и 2 часа вечером, чтобы добираться на работу и обратно. Если говорить, например, про столицу, то Хаким Ташкент, Джихангир Тайкаджаев призвал жителей вообще минимизировать появление на улице, пользоваться онлайн-сервисами. Действительно, они получили серьезное развитие в последнее время как раз на фоне эпидемии в Узбекистане. Работают круглосуточные колл-центры. Но все это, конечно, не может заменить и походов на работу, походов на базар. Для кого-то это одно и то же. И остановить все это, конечно, означает парализовать всю страну. Но здесь остается уповать только на соблюдение гигиенических норм и на здравый смысл. И, кстати, о последнем. Запрещается и проведение крупных торжественных мероприятий семейных. И в случае с Узбекистаном действительно очень важный запрет. Просто простой пример. Не так давно в Ташкенте одна семья провела за один день три свадьбы, чтобы соблюсти этот лимит в разрешенные 30 человек. Итак, провели свадьбу три раза по 30. Как результат, у 79 гостей был диагностирован COVID-19. Такие вот новости. Екатерина. Да, большое спасибо за эту информацию на прямой связи со студией. Был шеф Центрально-Азиатского бюро ВГТРК Роберт Францев. Рассказал о возобновлении ограничительных мер в Узбекистане на фоне пандемии коронавируса. И о том, к чему может привести несоблюдение правил карантина. Продолжение следует...